Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о мошенничестве. В этом видео мы с вами поговорим о том, как разводят пользователи Xbox, предлагая им покупать игры подешевле, ну и не только. Советую вам смотреть ролик от начала до конца, поскольку он интересный и, возможно, убежет вас от какого-либо обмана. И перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. Спасибо. И да, в конце ролика вас ждет маленькая приятная информация. Давайте начнем. И начнем, пожалуй, с того, что многие обладатели той или иной консоли иногда не могут себе позволить покупать игры за полную стоимость, приобретать подписки и в то же время не хотят ждать официальных скидок. И в связи с этим многие думают, как же сэкономить и ищут всякие лазейки, где же достать игры подешевле. Раньше всю эту экономию сводили к покупке аккаунтов, когда ты там берешь у левого продавца аккаунт, ставишь его домашним и играешь во все игры, которые, в принципе, ты у него купил. Данная фича была очень распространена на первых этапах, поскольку других выходов не было. Но потом многие поняли, что профиля слетают, иногда с них выбрасывают, поскольку данный профиль продан не только вам, да и вообще за это можно получить банк консоли. Поскольку чаще всего аккаунты были либо ворованными, либо сделаны через кредитную карту, и поэтому с ними возникали вот такие вот траблы. В общем, спустя время данный способ стал не очень надежным. В данное же время вся экономия сводится к тому, чтобы покупать игры через другие регионы. К сожалению, данный способ работает не у всех, даже не у всех, кто проживает на территории конкретной страны, где нет официального присутствия майков. И как раз-таки за счет этого многие и покупают игры с других регионов. Если что, повторяю который раз, через российскую карту никаким образом через другие регионы вам не купить игру. Данный способ через российскую карту не работает. Просто мне в день по 6-7 вопросов таких пишут. Если вы вдруг сейчас находитесь в Украине, вы покупаете игры через другие регионы, то тоже особо не радуйтесь, поскольку майки знают об этой теме и немножко ее контролируют. То есть сейчас не так все просто, как кажется на первый взгляд. И в этом случае, если у вас не получается купить игры через другие регионы самим, то остается последним выход покупать через тех, кто может это сделать. В связи с этим появилось просто море мошенников, которые разводили людей на простом доверии. Мне после видоса, в котором мне помог Анатолия, писало и пишет до сих пор реально много людей по поводу того, что их кинули. Типа, блин, Джамбо, привет, слушай, а запиши видосик на эту тему, а то вот меня кинули, чтобы у этого человека больше никто не покупал. И когда я прошу пруфы, я вижу, что человек сам по своей тупости и наивности кидает деньги другому человеку, даже у которого нет отзывов. Кстати, о них бывает реально группа, у которых реально много отзывов. Но возможно, что они сделаны либо при помощи фейков, либо при помощи знакомых, либо по системе, что продали кодик реально кому-то, он оставил отзыв, а потом, когда его обманули, человека заблокировали и он отзыв поменять не может. О чем вообще речь, если бывали случаи, когда пацанов развели через страницу Xbox Live, то есть это вообще изи развод. И знаете, в данном разводе нет ничего такого интересного, просто доверие плюс низкая цена. Типичный скетч на эту ситуацию. Эээ, привет парень, слушай, я классный продавец видеоигр и у меня самые низкие цены. Не хочешь себе что-нибудь приобрести? Слушай, у тебя нет последней Call of Duty? Эээ, ну да, да, есть, и как бы я тебе могу отдать его всего лишь за 1500 рублей, самое максимальное издание. Слушай, а чё так дешево? Ну, у меня как бы есть поставщики, а иногда я и сам покупаю через Аргентину, там по всяким акциям, ну там сложный процесс, наверное, ты слышал. Да и вообще, ты классный парень, поэтому в принципе и такая цена, а чё, берёшь? Ну да, да, есть такое, я клёвый. Слушай, давай я тебе её куплю и куда перевезти тебе деньги? На киви. Ну да, всё, перевёл. Да, вижу, чётко. Заебись. Чё там с кодом? Эй! Эй! Ответь! Чё, меня походу развели что-ли? Чё делать? Слушай, Джамбо, а запиши на эту тему видосик, а то вот меня кинули и вот он походу всех так разводит. Сделай видос, чтобы у него вообще никто не покупал. И вот таких вот ситуаций в день происходит реально много и почему-то люди всё ещё клюют на доверие. Я понимаю, когда у человека много отзывов, я понимаю, когда человек там медиа-личность, да, и на него можно поднять бунт. Или когда существует какая-то система развода, при помощи которой ты как бы можешь повестись, но чаще всего это простое доверие и вы сами виновники того, что вас развели. Существует и более интересная система разводов. Один из таких это фото с паспортом как гарантия. На просторах сети есть челики, которые дают гарантию за счёт своего фото с паспортом и своей прописки. С первого взгляда это довольно-таки внушительная гарантия, ведь в мошенник никогда не будет выставлять своё фото с паспортом. И если он так сделал, значит он не мошенник. Логичное мнение, но ошибочное. На просторах сети, в том числе и вконтакте, есть группы, где товары выложены по очень сладким ценам. Я бы сказал по очень сладким. И при всём при этом в разделе обсуждений есть гарантия, ну или же ссылочка на неё. Где написано, что он самый честный продавец, что он никого никогда не обманывает. Вот фото с паспортом и в случае чего вы можете найти, наказать его, отдать в ментовку или даже обратиться в суд и отсудить намного больше. У человека при виде такой гарантии реально создаётся ощущение защищённости и выгодности сделки. Типа, ну да, ведь как бы это реальный паспорт и как бы это гарантия. Но вы очень сильно ошибаетесь и ему за какой-либо развод ничего не будет и найти вы его не сможете. Меня, кстати, перед Аграймиром тоже развели. И развели не то, чтобы на доверие, а пожалуй, ну да, на доверие. Эта история не связана с какими-то видеоиграми, она связана со шмотом GPX, который я хотел себе заказать. Просто в какой-то момент я реально подумал, что я появляюсь везде в одной футболке и было бы неплохо создать для себя какой-то худи, какой-нибудь свишотик с логотипом GPX. Если вам вдруг интересна эта история, то заспамьте это видео комментариями на го историю про шмот. Сразу скажу, что в этой истории нет какого-то крутого развода, опять же, то же самое доверие. Но самый прикол данной истории в том, что это простая ситуация, с которой может столкнуться абсолютно каждый человек, даже если он недоверчив. И в то же время данная история показывает всю систему защиты нашего государства при таких ситуациях. Короче, если вам интересна эта история, то с вас комментарии, и если что, данная ситуация все еще не закончена. И давайте вернемся к разводам. Существуют еще сайты с продажи кодов, где также очень заманчивые цены. И покупая что-то через сайт, вам коды могут вообще не прислать. И потом всю вину могут возложить на вас, что вы якобы там неправильно написали название своей электронной почты. Хотя бы по факту реально все правильно написали. В общем, случаев реально дофига, но бывают такие случаи, что люди сами тупят. Им присылают код, но они его не могут активировать, поскольку они купили код для новых пользователей. И потом они винят продавца, хотя они сами были невнимательными, и просто не прочитали, что это коды для новых пользователей, хотя там все было написано. Бывают еще такие случаи, когда сами пользователи хотят обмануть продавца. Получает код, а потом ему пишет, что код не активировался Типа, гони деньги обратно или еще давай игру Хотя на самом деле, по факту, продавец очень легко может проверить Активировался этот код или нет Но потом эти индивидуумы могут написать негативный отзыв за неудавшийся развод Вообще, на самом деле, фигею от наглости таких людей Это просто жесть Бывает еще один способ развода Я его называю на червячка Смысл в том, что человек покупает игру Все нормально, она у него работает Но потом в какой-то момент игру все-таки отзывают И если вы не купили там какую-то гарантию или же ее вообще не было То это будут ваши проблемы Ну вы поняли, да, почему на червячка? Типа, кинули игру, вам деньги заплатили, а потом отозвали игру и все в шоколаде Нормальные продавцы, чтобы удостовериться в этом, они просят логин и пароль от профиля Но если вы дорожите своим профилем, да, и это не новый какой-то профиль, на котором нет вообще покупок То лучше этого не делайте, поскольку вы можете его без проблем потерять У меня во время Xbox 360 какой-то чел, с которым я играл, попросил скачать несколько игр Если что, в те времена можно было скачать, не ставя домашний профиль Короче, была тема совершенно иная Просто скачиваешь игры, и они у тебя на Xbox То есть игры не привязывались в этом случае к профилю, и его можно было спокойно удалить В итоге я зачем-то дал профиль какому-то челу, он скачал игры И потом через какое-то время я не смог зайти в свой профиль, поскольку этот уродец поменял пароль Но слава богам, у меня каким-то образом получилось восстановить профиль, и в итоге профиль у меня И кстати, вот такой вот отзыв игры может даже через продолжительное время, поэтому тоже будьте аккуратнее Чаще всего разводняк вас ждет там, где очень маленькая цена, или же цена меньше, чем у всех Если что, покупка игр через Аргентину тоже не такая простая, поэтому в принципе там и бывает такая хорошая накрутка Но почему-то люди до сих пор клюют на это в надежде на нашу любимую русскую халяву К примеру, карту Xbox Live Gold, которая стоит 3600, продают за 1300 Выгодно! Но сами подумайте, кто будет продавать себе в убыток, и каким-то образом ему код достался еще ниже стоимости, чем он вам продает Также развод чаще всего ожидает там, где пишут вам в ЛС Не поверьте, но люди тоже на это клюют и сбрасывают без проблем деньги И покупая игру, тысячу раз подумайте, какого фига такая низкая цена Повторяю, что покупать через Аргентину или Турцию, там не все так просто, и накручивать 50-100 рублей, это по большему счету невыгодно для продавцов Если вы уже брали у какого-то продавца игры, то больше шансов на то, что все будет нормально Но все равно существует шанс на то, что что-то пойдет не так Я на самом деле очень поражаюсь, как люди пытаются обмануть других людей, пытаясь придумать все новые и новые системы развода И в то же время я поражаюсь, как люди все еще клюют на те же разводы Один из таких разводов я видел по продаже консолей Существуют некие одностраничные сайты, в которых консольки продают за очень низкие цены Я бы сказал, за очень низкие И при процессе покупки предоставляется некая гарантия, которая в принципе указывает на то, что это не развод Хотя это точно развод Если вы хотите про это видос, то с вас 5000 лайков и будет вам видос Видос будет реально мега интересным и если с сайтами все будет хорошо, то вы не пожалеете, поверьте Но при такой вот негативной ситуации вокруг, есть и реально честные продавцы, которые торгуют честно и которые дорожат своей репутацией Таких групп реально дофига, но к сожалению на первых этапах и потом их очень сложно отличить от кидал Поскольку вы никогда не залезете в чужую голову и никогда не скажете, обманут вас или нет Нормальные продавцы есть везде, и вконтакте, и на других соцплощадках Но лично я больше склонен доверять плати.ру, поскольку там есть хотя бы система репутации И там намного все прозрачнее, типа видно кто купил, когда купил, через сколько купил, сколько купили и так далее И внутри этой системы есть хотя бы какой-то рычажок, чтобы повлиять на какого-то продавца, если вдруг столкнулись с негативной ситуацией С одним из таких продавцов я познакомился совсем недавно, у него очень хорошая репутация на плати.ру, занимается он этим не первый год И если хотите, можете брать через его страницу плати.ру, либо же через меня в качестве гаранта, чтобы вы вообще не переживали Я своим корешам уже взял пару игр, все нормально, единственная активация через Аргентину, если что инструкция так же будет Я кстати реально долго решал с кем сотрудничать, поскольку предложений было много и в то же время я понимаю, что я никому в голову не залезу Но ребятам, которые торгуют не первый год и через специальные сервисы, я доверяю лично больше, поскольку там опять же все прозрачнее То есть ты видишь сколько продано, сколько жалоб и так далее И выступать в этом случае как гарант мне намного спокойнее, поскольку я знаю, если что-то вдруг пойдет не так, я просто возвращаю деньги Так как считаю, что кидать человека на деньги это низко и жизнь такая штука, что все вернется Но знаете, даже при таких ситуациях, когда мы там устраиваем с кем-то розыгрыш или кого-то советуем, мы берем некий риск на себя Поскольку когда сделка идет не через нас, мы не сможем залезть в голову человеку и сказать, что когда пойдет что-то не так Это знаете, никогда не забуду ситуацию с Xbox Community, когда она посоветовала чувака, который продавал коды Он реально их продавал, все было честно, но в какой-то момент он собрал много заказов и просто слинял И весь негатив вылился на Xbox Community Хотя они тоже не могли подумать, что он кого-то когда-то кинет Поэтому я вас сразу предупреждаю, если вы берете коды без гаранта и по рекомендациям кого-то То вы это делаете на свой страх и риск и никто за это ответственность не несет Если вы не хотите каких-либо проблем и не хотите столкнуться с мошенничеством То покупайте через проверенных продавцов, через специальные сервисы Либо при помощи гарантов, либо же все покупайте официально за полную цену или ждите скидок Поэтому всегда думайте своей головой, когда покупаете у левого продавца за супер низкую цену На этом у меня в принципе все, если понравился видос, ставь лайк, пиши о своих ситуациях, вдруг вас тоже когда-то развели Большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и до новых встреч!